МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Научная среда» на канале ОТС. Меня зовут Сергей Толмачев. Мы в Новосибирском государственном университете. Сегодня будем в основном говорить о разработках студентов и аспирантов. И начнем с передовой инженерной школы, где открыли новую геологическую лабораторию. Давайте посмотрим, как укрепить грунт в условиях вечной мерзлоты или создать аналог цемента из отходов горнодобывающей промышленности. Александр Федотов, исследователь, аспирант НГУ, приводит к единой фракции золошлаковые отходы, иначе сырье не подойдет по габаритам для весов сито-измельчающего оборудования. Такой процесс называется пробоподготовкой. Затем из образца удалят влагу, чтобы в конечном итоге получить вот такие кубики, лопаточки и плитки. Помимо отходов от сжигания угля на электростанциях, для производства опытного материала ученые используют металлургические шлаки, остатки обогащения полезных ископаемых. Мы перерабатываем эти материалы, создаем технологии здесь в лаборатории с получением на их основе ценных продуктов для строительной отрасли. Например, бесцементных бетонов, которые имеют меньше углеродный след в сравнении с традиционными цементными бетонами и имеют более высокие некоторые эксплуатационные характеристики, например, большую термическую или химическую стойкость. Второй проект лаборатории инжиниринга и технологии декарбонизации уже заинтересовал отечественную газодобывающую корпорацию и транспортные компании. Те фирмы, которые работают в арктических районах. Молодые ученые предлагают обрабатывать, например, откосы от дорожного полотна составами, которые в циклах замораживания и оттаивания грунта приобретают прочность, уменьшают эрозию. В ПИШЕ мы развиваем открытую модель, когда мы смотрим на задачи рынка, ищем те задачи, которые требуют привлечения фундаментальной науки для их решения, и под решение этих задач создаем в ПИШЕ коллективы, которые реализуются, например, в виде лабораторий, которые, с одной стороны, способны решать эти задачи, с другой стороны, на этих задачах они способны учить студентов. Лаборатория «Молодая» состоит в основном и студентов, и аспирантов НГУ. Есть и ученые до 35 лет, и кандидаты на УК. В этом и заключается одна из целей деятельности передовой инженерной школы – подготовить кадры для современных научных и экономических вызовов. Деятельность любого направления, любого центра компетенций, а их на площадке Новосибирского университета передовой инженерной школы открыто уже шесть, это взаимодействие с нашими индустриальными партнерами, которые напрямую финансируют те разработки, которые здесь проводятся. В этом году во время экспедиции на Ямал ученые уже провели натурный эксперимент. Следующий этап полевых испытаний продолжат летом 2025 года. Чуть позже поговорим о саблезубой кошке из каменного века, а сейчас совместный проект нашего телеканала и Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. Проект блогерский, две девушки, одна из них в роли завлаба, другая в роли лаборанта. Давайте посмотрим, что у них получилось здесь, в Новосибирском государственном университете. Настя, это мы где? Это похоже на дворец знаний. Здесь целый студенческий город и строится новый современный кампус. Вот это здорово! Да, это очень масштабно. Всем привет! С вами Ксения и Анастасия и новый выпуск проекта «Шагни в науку». Это один из крупнейших вузов за Уралом, который занимает лидирующие позиции во всевозможных рейтингах НГУ. Молодые ученые в лабораториях разрабатывают компоненты, которые применяются практически во всех электронных устройствах, которыми мы пользуемся. Напоминаем, кто достанет красную пробирку, будет заведующий лабораторией. А кто зеленую, младшим лаборантом. Поехали! Я буду заведующей лабораторией. А я буду младшим лаборантом, без ассистентов никуда. Ну что, шагнем в науку? Шагнем! Сегодня мы посетим лабораторию, в которой работают Сергей Чепкасов и Алена Богосовцева. Молодые ученые разрабатывают технологии получения материалов для систем связи и обработки больших объемов данных. Эта работа важна для развития современных систем связи 5G и 6G. Сергей Юрьевич, ну что, начинаем эксперимент? Какое у нас остаточное давление в камере? Остаточное давление в камере 10 минус 4 паскаль. Тогда можно начинать. Начинаем! Все, включайте блок питания. У меня не ударит током. Нет, здесь все безопасно. Вот сейчас под задвижкой горит плазма. То есть идет предраспыление поверхности мишени нашего магнетрона. И вот такую задвижку. Вот это? Вот часовой. Вот так? Да. Все. Все. Все? Все? Да. Вот так у нас выглядит горение магнетронного разряда. В скрещенных электрическом и магнитном полях электроны активно ионизуют газ, аргон. Возникшие при этом ионы бомбардируют поверхность мишени и распыляют ее. Коллеги, сегодня мы получим с помощью метода магнетронного распыления тонкую пленку нитрида алюминия, которая является основным элементом радиочастотных фильтров. Я характеризую ее с помощью атомно-силового микроскопа. Магнетронное распыление атомно-силовой микроскопа. Такое ощущение, что мы снимаем фильм про супергероев, хотя ученые действительно обладают сверхспособностями. Может показаться, что это очень шероховатая поверхность, но на самом деле от самой низкой точки до самой высокой здесь всего лишь 10 нанометров. И атомно-силовый микроскоп позволяет нам это измерить. Сейчас научная сфера дает возможность молодежи принимать участие в различных международных проектах, заниматься инновационным бизнесом и оставлять свой след в развитии новых идей и технологий. В науке и в процессе обучения самое интересное лично для меня было, когда какие-то теоретические выкладки сопоставляются с реально происходящими вокруг нас физическими процессами. Также было очень интересно проходить практику в лабораториях институтов нашей Сибирского отделения Российской Академии Наук. Что я имела возможность сделать уже со второго курса бакалавриата. Мой главный совет молодым ученым – не бояться неудачных опытов. Во-первых, в науке никуда без них не продвинуться. А во-вторых, зачастую именно неудачные опыты лежали в основе нового знания и новых открытий. Коллеги, благодарю вас за работу. Сегодня я вам ставлю 8 баллов из 10. Почему 8? Наука требует практики. В следующий раз будет 10. А теперь вопрос. Какими именно частицами распыляется алюминиевая мишень в нашем эксперименте? Если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер. Все самое интересное о науке вы найдете на официальных каналах Миннауки, НСО и ВУЗа в социальных сетях. Подписывайтесь. Сейчас ненадолго перенесемся в другой ВУЗ – НГТУ «НЭТИ», где прошла третья международная конференция «Проблемы информатики, электроники и радиотехники». 150 экспертов не только из России, Вьетнам, Узбекистан, Китай. Особенность в том, что ученые могут пользоваться еще и большой базой данных из Соединенных Штатов Америки. Большая редкость по нынешним временам. Американское общество электроинженеров, которое, кстати, заявило, что оно находится вне политики, и это единственная база данных, у которой у нас на сегодня есть доступ. Мы можем читать свободно научные статьи, то есть международная база данных, которая не ввела санкции против России. То есть в этом плане это общество вызывает уважение. Специалисты обсудили вопросы информационных технологий, радиотехники, силовой электроники, производства микрочипов, тех отраслей, в которых необходим прорыв. Доклады не только по фундаментальным исследованиям, представляют и практические результаты. Например, точное описание формы нашей планеты способно помочь в навигации. Актуальная очень задача, которая позволяет в том числе управлять какими-то объектами без использования внешних каких-то систем. То есть, например, самолет сможет летать, не используя внешнюю инфраструктуру, только собственные датчики, которые у него на борту стоят. В условиях, когда радиосистемы недоступны, ну, например, в район такой или в радиоэлектронное подавление работает. А теперь, как и обещал о саблезубой кошке из каменного века. Ей примерно 35-37 тысяч лет, а вот сколько именно, помогли узнать эксперты на томографе, который установлен здесь в НГУ. Светлана Магдеева расскажет. У нее эксклюзивный репортаж. 35-ти тысячелетнего саблезубого котенка итальянский палеохудожник изобразил совсем беспомощным. Рисунок и результаты исследования новосибирских ученых опубликовали в авторитетном научном журнале. Вклад Новосибирского центра и других институтов заключался в датировании сохранившейся шерсти животного на ускорительном масс-спектрометре, сокращенно Микадос. В химической лаборатории происходит выделение интересующего вещества, которое не обменивалось углеродом с окружающей средой. В данном случае это был коллаген. После этого коллаген переводится в состояние, выделяется из него углерод, и выделенный порошок углерода запрессовывается в алюминиевый держатель, и после этого устанавливается в ускорительный масс-спектрометр для анализа. Это третий этап измерения, самоавтоматизированный. Вначале химики выделяют из образца коллаген, затем машина определяет возраст археологической находки. Микадос — единственная установка в стране, которая способна провести такое исследование. До комплекса УМС также анализируют, например, геологические образцы. Одна из последних работ — определение природы пузырьков метана. То есть оказалось, что пузырьки имеют современную природу, и они именно появляются из болот, которые именно прямо сейчас, этот процесс гниения происходит. И они не являются древними заряжами метана, которые могут лавинообразно высвободиться в вечной мерзлоте и там привести к усилению этого потепления. Геология, археология, медицина, фармацевтика и даже криминалистика. Алексей Петражицкий показывает уникальный процесс, как ученые загружают магазин с образцами в алюминиевом держателе. За действием до этих самых пор могли следить только лаборанты и следователи. Микадос — машина швейцарская. Сейчас общение с зарубежными инженерами прервано. Новосибирские ученые с 2000-х годов разрабатывают отечественный прототип, стабильность которого не зависит от санкционного давления. И это был последний сюжет сегодняшнего выпуска. В следующем расскажем о разработках новосибирских генетиков. Например, о лекарствах, которые можно доставлять в организм через нос, а не посредством уколов. Будет интересно. Меня зовут Сергей Толмачев. Не пропустите программу «Ночная среда» на канале УТС через неделю. Увидимся и удивимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!